Human Fall Flat. Идеально для 3-5 человек. Очень рафляная игра. Сейчас посмотрим. Лёх, ты тут? Ну, он в теории нормально работает, но... Да, я понял, что это за игра. Ну да, порофлить вроде неплохо, но она стоит денег настоящих. Не, ладно, норм, понял, оставил на заметку. Он подпердывает иногда. Не, понятно, что все подпердывают иногда, но он прям вот именно частенько это делает, на трансляции не заходит. Хотел предложить кастомки Портал 2. Хеллоу? Ага. Ну что? Ну нажимай. А, я на рейде должен нажать. Не, подожди, подожди, надо сходить в туалет, чтобы полностью быть готовым. Ой, ну что ж ты делал всё это время-то, Андрей? Я общался со зрителями, а теперь ты по стриму, всё, ща вернусь. Какая контент. Альо. Алёсики. Ну что если ты быстро? У меня такой... Всё, рейде нажал. Ты тут тупо брызнул и всё, да? Да. Что он не снимал? Четыре секунды. Три. Две. Одна. Так, мы посмотрим. Надеюсь, нажимать ничего не надо будет, просто смотреть. Заставочку смотрим? Лёх. Блин, он по-любому не смотрит. Достаточно, спасибо. А, нет, он смотрит. Скип один из двух. Хех. 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 По Альберту найс ворвался. Так, ну это очевидно мы. Я сзади. Ссыкую немного заходить. Посмотрели мы на какую кнопку кураться, не обязательно. Разберёмся. Блин, это плохо, это уже значит нужно будет нажимать что-то. Так. Джам, короче, пуштотолк В. Алё. 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 А, Алексей, приём. На кнопку В говорить, приём. Как слышно. Не как? Дай угадаю. Как слышно. Не как? Алё, Андрюх, я нашёл рацию и теперь я могу говорить с тобой. Отлично. Слышишь меня? Да, да. Значит, смотри. Ээээ... Начинаешь на дальнем, на дальнем западе. Два шага... Так, подожди, норфбаунд. Что значит норфбаунд? Соответственно, с севера... Ну, на север, наверное, хрен знает. Ты понимаешь, о чём я говорю? Да, подожди одно мгновение, посмотрю настройки. Не очень-то рулплейно. Всё, я посмотрел настройки и я готов... Ээээ... Севера... О, я нашёл какие-то... Какие-то... Слышь? Чё нашёл? Тут символы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять символов. На них... На что похоже? Там есть человечек такой с поднятыми руками? Там есть... Человечек с поднятыми руками и с огромным членом. Нет, такого нету. Ещё раз, что начинаешь на севера... Я не уверен, честно говоря, что это сработает, Лёх. Но... Ты можешь понять, где, допустим, запад, север, восток? Тут хоть какая-то подсказка есть в этом плане? Хм... Что-то хуй его знает. Ладно, похуй, сейчас побегаем, посмотрим. Нет, я нажимаю на этот символ, и на эти символы я не подсвечу. Мне нужно в каком-то порядке их, собственно, нажать. Получается, начинаешь на севера, имеется в виду, Норс Баунс. Нет, нет, подожди. Символы... У меня тут тоже есть книжечка с символами. А, во-первых, у меня ещё карты есть в помещении, между прочим. И тоже всё в символах этих. Ну вот у меня есть решётка, и за ней дверь. То есть я должен вести какую-то комбинацию символов, решётка опускается, и я захожу в дверь. По идее, это так работает, больше здесь ничего нет. Так, да, я понял, комбинация символов. Окей. Значит, смотри. Называй символы, какие есть. Давай, называю. Значит, представим, что человечек поднял две руки... С большим членом, вижу его. И посередине кружочек. Так, извини, перебил тебя. Давай, продолжай говорить, я не мешаю. Человечек поднял две руки, две ноги, огромный член и кружочек посередине. Есть буква С, которая повёрнута на... Ну, типа лом такой, да. Короче, есть какая-то типа бабочка, и от неё две полоски вниз. Такие бабочки, как элементы одежды. Есть буква Пи. Есть такой какой-то типа трезубец. Весы с палкой. Усы, усы, мусташи, мусташи, брат. Буква М. Креск Х. Х буква с кружочком. Буква А. И у буквы А тоже член. И типа лом такой же, но с двумя закорючками. Хуительно, блядь. Не, ну тут... Похожего немного. Так, ладно, сейчас я почитаю тут книжечки. Короче, смотри, почему ты мне сказал про Норс Баунт? Начинаешь Норс Баунт? Это что ты, где ты это нашёл? Да это на кни... Это на книге у меня тут было написано. Сейчас, подожди, я все книги эти почитаю, переворачивать чуть неудобно, сука. Да нет. Держись там, держись, щас. Тут на каждой из книг есть в начале какая-то определённая комбинация вот этих вот. Это, видимо, то, что... Там у тебя девять кнопок, фактически, девять этих символов, да? Да. Окей. И потом там есть инструкция, куда идти и так далее, что делать. Так, давай сейчас загадка. Блядь, если я научусь нормально крутить это... Значит, смотри. Читаю, Алексей, на английском. Будь внимателен. Before one starts in the east, take one step westward, then start by taking two steps north, take one more step north, but not before moving one step west. Go west some more till one hits the wall. Then head straight for the door. Охуеть. Такую реакцию я и ждал примерно. Так, короче. Ладно, давай попробуем. Смотри. Ты можешь нажимать на эти кнопочки? Причём я нажимаю, вот подсвечиваются, они не все подпечиваются. То есть, например, я на какую-то нажимаю, она подсвечивается, дальше я типа не угадываю, она гаслят. Да, я понял. Значит, смотри. Первый символ, значит, такая, типа, лицо кошки на плоскости, на палке горизонтальной. Лицо кошки. Лицо кошки. Хорошо, сейчас попробуем. Ещё раз. Я, допустим, я нашёл лицо кошки. Это, соответственно, квадрат, сверху два треугольника и палка горизонтальная, правильно? Нет. Нет. Интересует квадрат, ромб, то есть, и сверху, типа, как бы бабочка, и снизу палка. Слушай, я не против, в принципе, здесь остаться, блядь. Не-не, сейчас мы всё сделаем. Лёх, Лёх, Лёх. Давай так, не лицо кошки. Теперь это бабочка. Ты понимаешь, о чём я? Нет, у меня нет таких символов, брат, я же перечислил тебе, что у меня есть. Хуёво, давай другу попробуем. Так, смотри, значит, тоже лицо кошки на палке, руки подняты вверх. Подожди, Маш, там, ой, блядь, подожди, что там было? Про вот это вот, ещё раз повтори мне всю эту хуйню на английском. Давай, сейчас я покручу тут всё. Слушай внимательно. Before one starts in the east, take one step westward. Then start by taking two steps north. Take one more step north, but not before moving one step west. Go west some more till one hits the wall. Then head straight for the door. Then head straight for the door. Я готов. Я готов. Значит, смотри. Давай так. Лицо кошки. Ты понимаешь вообще, что это такое? Просто тут вначале, в большинстве случаев, это ебало кошки преследует. Это не совсем лицо кошки, Лёх, но это бабочка, бабочка сверху, как ушки, типа два треугольничка. Под ними, прямо под ними ромб. Алё, Андрей, я говорил, поэтому я не слышал тебя. Давай сейчас я покручу. А ты мне выскажешь всё, что хотел сказать. Говори. А, ты молчишь, а я говорю, да? Да. Хорошо. Значит, смотри. Первая, как правило, иконка, это вот это вот лицо кошки. Но это не совсем лицо кошки, Лёх, потому что это сверху, как бабочка, два треугольника, то есть бабочка, знаешь, на одежду вешают. Ниже, под ней сразу ромб, две палки, соответственно, и дальше они варьируются. Ты понимаешь о вот этой картинке, что я тебе говорю? Да, я всё понял, но давай поступим по-другому. Приём. Приём, слышу. Давай я тебе сейчас запишу всё, что я вижу со своего респауна, то есть чтобы ты понимал, где я нахожу. Давай. Смотри, я отреспился. За мной три ящика, свечки. В общем, я отреспился в таком небольшом коридоре. Я делаю раз, два, три шага, допустим, вперёд. У меня проход только налево, то есть я упираюсь в стену. Я захожу налево, делаю ещё, допустим, три шага. Слева от меня дверь, за решёткой. Справа от меня такой небольшой зальчик. И, блядь, я не знаю, как это тебе может помочь. Да, тоже пока хуй его знает. Лайс. Хм, на стене написано, я только сейчас это заметил. Хм. Что написано? Меня, значит, могут убить. Что написано, Лёх? The answer lies. Типа, ответ врёт. Ответ врёт. Короче, нихуя полезно. Тут какие-то книжные шкафы, перевёрнутые бочки, пианино или какой-то стол. Нихуя. Только символы и дверь за решёткой, по сути. А пистолет есть, Лёх? The answer lies. Всё. Так, короче, ладно, слышишь, я, в принципе... Ну, это, скорее всего, с символами нам вначале нужно работать. Давай по ним пройдёмся. А, ещё слышь, Андрюх, ещё тут есть какие-то красные, как фонарики такие, красные лампочки на колоннах. Я понял. Ладно, давай, давай сначала это, по порядку. Сначала фигурки. Алекс, ты готов? Да, я готов, но подожди. Я ещё... Блядь... Подожди. У меня есть сундук под столом какой-то. Он... Короче, нет. Он, типа, текстурка просто, походу. Так, слышь, ну и ретард я. Подожди, тут какие-то у меня... Какая-то таблица. Секунду. По цветам. Синий, красный, зелёный... Синий, красный, зелёные глаза. Есть что-то такое? Иллюминатия. А... Нет. Похуй. Давай, знаешь, с картинками играть. А, подожди-ка. Синий, красный. У тебя что-то есть, связанное с цветами? У меня есть два красных... В колоннах два красных фонарика. Допустим. Что-то синее или зелёное есть? Ммм... Нет. Похуй. Так, сейчас, секундочку. Короче, Лёх, я уверен, надо сейчас поклацать, пошлякать по книжкам этим... Не по книжкам, по фигуркам. Давай попробуем. Ммм... Так, значит, сейчас я буду читать символы по книжке, где написано... Starting in the far west corner. One moves north north thrice. Take one step south, but not before taking two steps east. Continue towards the eastern wall. Короче, это указание пути, но какого пути, я пока нихера не понимаю. Ты понимаешь, о чём речь? Это пути, вот как я... Ну, блять, подожди. Ну, допустим, я взял рацию. И у меня появилась с тобой связь. И, допустим, этот путь нужно делать от того места, где я взял рацию. Логично? Нет, потому что тут на разных книжках написано в разных... Из разных мест стартуешь. Короче, ладно. Давай сначала символы. Может, что откроется? Посмотрим. Давай. Значит, смотри. Ох, эта пизда как будет сложно. Первое. Это котик. Вот это вот. Треугольничек. Треугольничек. Бабочка, значит. Такой жирный. Полу яйцом. Руки поднятые вверх. Есть такое? Ну, допустим. Так. Хорошо. Значит, второе. Это значит... Ну, тут... Аналогия одна. Это член. Есть такое? Лех, ну скажи ты хоть что-нибудь. Да, Андрюх. Ну, у нас разные символы. Я не знаю. Либо мы просто, блядь, очень по-разному представляем картинки. Знаешь, когда он тебе дает, говорит, что это, блядь. Ну, там реально член, Лех. Ну, ладно, смотри. Слушаешь? Да. Давай попробуй еще раз. Сверху, значит, маленькая вертикальная палочка и к ней горизонтальная. Похоже на ключ. И, соответственно, снизу полукруг, полукруг. Я бы сопоставил его с членом. И горизонтальная линия чуть ниже, которой я бы в школе, соответственно, определил бы залупу на рисунке члена. Андрюх. Андрюх. Мне кажется, что мы куда-то уходим в степь. Все, что ты мне говоришь, у меня такого нет. Это очень странно. Ладно, давай еще раз попробуй скажи, какие символы у тебя есть. Давай поступим так. Ты меня слушаешь? Да, я слышу. Смотри, давай мы сейчас вернемся на те места, откуда отреспились, и подумаем, что нужно делать. Может, у тебя что-то есть раньше там. Хорошо, давай. Ну, вот. Значит, смотри, что у меня есть. У меня есть одна надпись. Between the eyes. Между глаз. И книжки лежат. Единственное, что я могу открывать и смотреть, это эти книжки. На них, соответственно... А, подожди. Подожди, подожди. У меня тут есть видеомагнитофон. Сейчас попробую включить его. Лех, ты живой еще? Да. Блин, дерьмо не включается. Секунду. Мне кажется, что я посмотрел у себя уже все, что можно было, и все тебе сказал. У меня есть символы. У меня есть надпись кровью. Ответ врет. У меня есть почки. И, блядь, рация. Блин, у меня реально какие-то проблемы, потому что не пускается видеомагнитофон. Пленка не работает. Ну, не знаю, может я ретард. Прям совсем. Ладно, Лех. Давай становимся на символах. Ты говорил, бочки есть, да? Да. Андрюш. Что? Вернемся к символам? Вернемся к символам. Лех, говори, какие символы есть. Давай еще раз. У меня 9. На каждой книжке по 5. И, в принципе, по порядку. То есть, первый символ это большая такая, типа, буква С перевернута под углом. Не знаю, как объяснить. Типа, как лом. Нормально, нормально. А, потом, человечек с двумя поднятыми руками, с двумя ногами, с огромным членом и кружочком. Так, подожди, остановимся на этом. Сейчас, секунду. Я найду просто. Так, человек с двумя поднятыми руками в виде кружочков, да? Ноги также у него, ну, идут вниз и огромным членом. Да, да. Прекрасно. Такую я нашел, такую я нашел. Отлично, давай дальше. Так, давай под ним, под этим человечком, бабочка, которую ты одеваешь себе на рубашку такая. От нее две полосочки еще идут вниз. Так, это вот кошка знаменитая. Дальше. Это кошка, да? Хорошо, пусть будет кошка. А, подожди, слышь, чувак? Я сначала... Стоп. Ты слышишь меня? Алёш. Алёш. Ты меня слышишь? Да. Лёх, у меня есть карта. И как раз таки с обозначением. Север, юг, запад, восток. Хорошо. Согласен. Так, ладно, сейчас я тебя куда-нибудь направлю, по идее. Блин, ну... А эти символы, их по-любому же нужно тебе как-то нажать. Ты говоришь, ты нажимаешь на одну кнопку, и потом комбо или идет дальше или не идет, правильно? М-да. Так, отлично. Ладно, давай по символам дальше. Что еще есть? Буква Пи маленькая. Усы. Такие вот, две закорючки, как усы. И от них палка вниз, посередине от усов. Буква М. Ну, в принципе, почти как кошечка, которая называется только буква М, с двумя длинными палками вниз. Перечеркнутая Х, в ней кружочек. Буква А от нее палка вниз. И такой же лом, как первый символ, только с двумя закорючками. Андрей, Молю, придумайте кодовую фразу, чтобы заканчивать голосовую сессию. Блин, сложно. Конец связи, например. Или так будете путаться друг с другом в передаче информации и проебывать что-то. Лех, мы в дерьме. Ладно, давай попробую по карте. Просто у меня тут большинство символов, которых ты сказал, нету. Ну, ничего страшного. Я могу тут посидеть нормально. Значит, смотри. Сейчас я буду говорить... Нет, сейчас ты будешь говорить. Где ты находишься? Опиши комнату. Что там есть? Предметы? Бочки и коробки интересуют? Или длинная такая гроб, лавочка? Давай, говори. Ты жив? Андрюха, сейчас подожди, я думаю. Что тебе описать еще раз? Я просто... Где ты находишься? Опиши бочки, коробки, лавка слэш такой гроб, длинная коробка. У тебя есть карта типа моей комнаты, да? У меня есть карта маленьких комнат и... Просто скажи мне. Блядь, я нашел рацию на столе, на нем ящик, справа два ящика, подсвечник большой, под столом сундук. Дальше я выхожу с этого места. Справа от меня дверь. Решетка за ней дверь. Слева от меня стена с символами. Над этой стеной с символами две колонны. В них какие-то красные типа хуйни, как глаза. Напротив этой стены написано кровью The Answer Lies. Очень интересно. Так, короче, мне надо, походу, попробовать видео еще раз. Посмотреть, Лех. Но оно почему-то не включается. Вообще, у меня есть еще одна отличная идея, Лех. Какая? Мы можем попробовать поменяться. Андрюх, ну блядь, разве это по ролплейнам, скажи мне? Ну да, это по ролплейнам немного. Ладно, чувак, смотри. Ну блядь. Between the eyes. Просто... Тут тоже очень-очень мало Телсов. Единственное, что мы можем, это пытаться друг другу описывать символы. В надежде, что ты подберешь пять последовательных правильных, нажмешь и все будет заебись. Попробуй пощелкать на них. Андрюх, подожди. А что ты сейчас сказал between the eyes? Between the eyes? У меня написано здесь на книге. Кровью. Что там? А то, что я говорил, что у меня тут колонны с красными хуйнями как глаза, тебя не это... Ничего. А, не, ничего. Ну давай, давай, давай. Говори, говори, говори. Стена, на которой нарисованы символы, находится между двух колонн. Высоких колонн. На каждой из этих колонн красная лампочка, обведенная как зрачок, типа как глаз. Ну, так и по символам 9 символов. Мы, соответственно, по ним сейчас должны работать, правильно? Да, у тебя 9 символов. У меня 9 символов. У тебя что-то про глаза. И у меня тут что-то похожее на глаза, Андрей. Прием. Да, действительно. Подожди, на стенке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять символов, действительно. Так, Лех, ну что, будем пробовать? А что мы, блядь, будем пробовать с тобой? Будем пробовать. Значит, смотри. Эээ, первое. Начиная сверху. Просто посмотрим, говорить это о чем-то или нет. Слушаешь? Да. Значит, буква А и палка вниз по центру. И, эээ, как бы, жопа, жопка маленькая. И от нее идет палка вниз. Да, у меня есть буква А с палкой вниз. И слева от нее, это верхние символы. Слева от нее жопка с палкой вниз. Это я усы ее называл. А, я понял. Так, это были совершенно разные. Хорошо, вот смотри, у меня есть символ с два глаза. Значит, первый это круг, овал, перечеркнутый. Да. А второй это лом, тот самый. Лом с закорючками или лом без закорючек? А с какими закорючками? Без закорючек, без. Просто лом. Да, блин, чувак, наконец-то я понял, мы говорили про разные символы. Окей. Так, ну теперь надо понять, что с этим делается. Соответственно, девять... У меня тоже девять строк этих. Андрей. Я. Вот у тебя было написано что-то between the eyes. Можешь мне полностью прочитать все, что есть про глаза у тебя? Давай, сейчас полностью прочитаю. Готов? Да. Between the eyes. Это все. Это все. Да, Лех, блядь, это все. Ну про глаза это все. Но они красные, Андрей. У меня тут есть красные глаза. На них, я говорю, одно, один глаз слева это кружок, перечеркнутый крестиком, а второй это лом без закорючек. Андрюх. Андрюх, мы справились, Андрюх. Это было настолько просто? Да, Андрюх. Так, я понял. Чувак, это было настолько... Я-то думал, сложная игра. Все, поехали спидранить. Так, что дальше у нас? Говори. Прием. Я зашел. Новая комната. Алло, прием. Да, рассказывай. Есть. Захожу в комнату. Слева такие две ступенечки и опять стена с символами. В этот раз их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И на них на всех абсолютно разная хуйня. Впереди комнаты картина, на ней цапля с черепом. Цапля с черепом тоже такое есть. Есть. Так, не, подожди, вру пока, пока еще не видел цапля с черепом. Да, нашел цапля с черепом. Еще. Подожди, подожди, заново говори. Андрей, кто-то ломится, блядь, в дверь. Короче, цапля с черепом. Че там? Да, да, есть, еще раз говорю, пятнадцать символов на доске. Есть картина цапля с черепом между двух факелов на красном фоне. Да, та же картина. Че там, под ней символы какие-то есть? Нет, символы на соседней стене. У меня тут есть картина цапля с черепом, под ней символы. Первый символ, это какая-то... Блин, ну у меня все жопа или члены лег, но это такая жопка. Снизу, соответственно, палка по центру и ножки такие маленькие. Как, знаешь, как... А сверху как блюдца. Короче, сверху чаша, чуть ниже жопка, палка вниз вертикальная, от нее две маленькие ножки. Есть такой символ? Нашел, нашел, давай второй. Так, второй символ, это как бы буква П, основа буква П. Сверху есть такой, значит, шарик, круг. На нем плюс. И от него идет такая закорючка вниз, вправо и полукругом заканчивается. Пиздец сложно, братан. Так, еще раз тогда пробуй. Смотри, значит, самое то, что бросается в глаза, это сверху маленький кружок, на нем плюс. Есть такое? Да, все, нашел. Третий, это черепаха на подставке. Лех, ты жив? Черепаха на подставке. Нашел? Есть. Это три символа, которые относятся к цапле с черепом. Что-то происходит? Да, у меня зачесался жопа. Почеши жопу. Открылась дверь, зашел в следующую комнату. Так, хорошо, я возвращаюсь тогда. Зашел, рассказываю. Значит... Сложно, блядь. Ага, короче, комната большая. Прохожу в конец комнаты, тут ящики, трубы какие-то водопроводные. Спуск вниз и вода. Тут затоплена дверь. И мне нужно, чтобы вода ушла. Понял. Сейчас спускаюсь вниз, все осматриваю. Так, вижу. У меня здесь, значит, три ручки. Одна красная, вторая синяя, третья желтая. Сейчас будем вертеть, Лех. Смотри, не сдохни, не нафить. Красная, синяя, желтая, да? Да, на красную дернул, что-то изменилось? Да, вода наверх пошла, вода наверх пошла, подожди, стой. Еще раз. Что ты сейчас дергал? Это была красная, я ее закрыл. Я твой рот ебал. Андрей, дергай другую. Дергаю синюю. Идет наверх, продолжает идти наверх. Желтую дергаю. Ушла, вниз, вниз, вниз идет, вниз идет. Хороший, Андрей, лучший. Спасибо, брат. Так, зашел. Какая-то плита, очень узкий коридор, и передо мной дверь закрыта. Есть плита, я не знаю, наступать на нее или нет. Подожди, я сейчас приду в комнату, которая мне открылась. Помещения, в нем абсолютно ничего нет. Просто дверь, в которую я зашел сейчас, и дверь, которая впереди меня. И между ними плита, я не знаю, наступать на нее. Так, я что-то подвинул, секунду. Я не могу пока найти, куда мне идти, сек. Короче, попробуй там что-то почекай, поищи, пока я бегаю ищу тоже. Просто нажать. Короче, Андрюх, какой-то рубильник, дернул его. А, окей, понял. Андрюх, слушай. Слышишь? Что-то слышу. Короче, такая ситуация. Передо мной решетка, небольшое пространство, и еще одна решетка за ней. Та решетка, которая передо мной закрыта, а та решетка, которая дальше, ну, поднята, понял? Да. Алло. Слышу, говори. Если я дергаю рубильник, это решетка, которая передо мной поднимается наверх, а та опускается. То есть я не могу никак пробежать. Понял, у меня тоже есть один рубильник, я его дергаю. Сейчас, смотри, что-то происходит или нет? Да, подожди, стой, сейчас не дергай. Вот сейчас дергай. Дернул, было? Нет, ничего не произошло. Дергаю еще раз, обратно. А ну, вот сейчас, сейчас он у тебя наверх или вниз? Наверх. Вот давай на раз, два, три дернем. Давай. Раз, два, три. Ниху... Отличненько. Короче, я спамлю его, смотри, что-то происходит или нет. Не, ничего не происходит, может не спамить. Так, ну это такой рубильник, на нем треугольник такой светящийся белый на кончике, да? Забей, я и план. Короче, я прошел это. У меня поворот налево, поворот направо. То есть, огромное помещение, уже большое. Мне нужно выбрать, куда идти. Впереди меня надпись, алло, слышу? Слышу. Надпись, bring down the guiding light. А, то есть, ага, подожди, я могу выключать, оказывается, факела тушить. Понял. Bring down the guiding light. Это что такое? Мне нужно принести сюда? Еще раз прочитай. Bring down the guiding light. Ну да, принеси направляющий свет. Ты можешь... Ну, у меня карта есть. Скорее всего, это карта того, где ты находишься. Вот смотри, я стою сейчас на такая, типа, звездочка круглая после этих решеток. И, вот реально, идти налево-направо. Ну, я пошел куда-то, короче, я скажу. Подожди, подожди, подожди. Говори еще раз, что есть. Да хуя тут всего есть? Я пойду сейчас посмотрю. Ищи красный цвет, красный проход. Ой, братан, короче, тут куча статуй каких-то. Как переводится еще раз? Bring down the guiding light. Это что значит? Что нужно сделать? Потушить... Может мне все потушить все? Возможно, да, потушить этот наводящий свет. Веду... Ведущий свет. Кастершером на голове, на фиолетом фоне. Стоп, включай, включай. Ты что-то изменил? У меня тут тоже поменялось. Нет, я ничего не менял. Почему-то сейчас у меня карта не... У меня на карте были отметки разных цветов. Ты что-то изменил? Что-то менял? Я просто потушил один факел. Включи его. Включил. Странно, теперь нету. У меня на карте отчетливо было... Это самое... Светились некоторые вещи. Алло. Алло. Ну вот смотри. Я стою сейчас. Вот я вышел с того, что я говорил. То есть я вышел, написано... Bring down the guiding light. Два фонаря. Есть проход налево, проход направо. Я иду направо. Иду направо. До конца прямо. Иду, иду, иду. Упираюсь в картину. Собака старшером на голове. Забей на картину. Дальше смотри. Налево... У тебя направо комната будет? Налево проход дальше, правильно? Направо комната, налево проход дальше. Да, правильно. Иди, значит, налево. Короче, налево по проходу. Проходишь по коридору. Идешь дальше. Там большая комната будет. Идешь прямо, и первый поворот налево. А мне зачем туда идти? Я помню, где там была стрелка выхода по карте. Попробуй прийти туда, посмотрим. Ты идешь? Пошел в помещение, нашел рубильник. И он подсвечен синим цветом. Блин, у меня почему-то сейчас нет отметок. Я по памяти примерно помню, куда тебе идти. Давай сейчас без лишнего я попробую проводить тебя, а там посмотрим. Получится, не получится. Будем, если что, включать опять свет этот. Тебе нужен красный рубильник. Окей. Так, на каком моменте? Как ты шел? Скажи, я пойму примерно где ты. Смотри. В решетке, вот я сейчас нашел решетки, которые опускаются, в ней синий камень. Вот тут в одном из помещений. А в помещении там далеко, вначале, там был рубильник синего цвета. Сейчас я его пойду опущу и посмотрю, что произойдет с этой решеткой. Ну попробуй. Да, она опустилась. На ней два таких синих камня. То есть... Это синего цвета было, да? Вообще. Окей, поднял этот рубильник, иду еще искать красный. Не, подожди, подожди, подожди. Эээ... Зайди еще, знаешь куда? От входа направо подходишь, упираешься в картину и зайди направо в комнату. Там какой-то крестик нарисован синего цвета на столе или на длинном ящике таком. Это рубильник, получается. Это вот в комнате был рубильник, да? Да. Понял, тогда сейчас, значит смотри, от начала иди налево, не заходи в комнату, сразу направо, направо, прямо до конца, направо, и посмотри там тоже что-то было, что-то синее. Посмотри, что там изменилось. Стой, стой, стой. Иду от начала налево. Говори, проговаривай. Давай, иду от начала налево, не захожу в комнату, иду направо, прямо, ух ты ебой, там что-то проползло, блядь. Все хорошо, не бойся. Андрюх, тут кто-то ползает. Иди, иди, не бойся. Спасибо, ребята, большое за донат. Эээ, так, подожди, я сбился, меня эта хуйня испугала. Сори, мы тут это в игре просто, ролплей так называемый. Все. Слышишь? Ворачиваю направо, иду прямо. Налево, налево, а подожди, заново, заново, заново говори, я нажал на кнопку. Заново говори, я на кнопку нажал. Ебал тебя в рот. Смотри, еще раз говорю, я сейчас буду говорить, и потом, когда я замолчу, будешь говорить ты. Секунду. От входа, я иду налево, не захожу в комнату, поворачиваю направо, иду по коридору прямо. Иду, 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 упираюсь в стену. Есть направо и налево. Направо, направо и налево, там будет что-то синее за поворотом. Ну, это я понял, этим, тем рубильником я это подниму. А, ну все, я понял. А, все, понятно, короче. Да, я пошел поднимать ту хуйню и иду там проходить. Да, и тут, соответственно, еще есть два цвета, зеленый и красный, нам нужно их все открыть. Что-то слишком easy. Да. Только меня эта надпись смутила. Bring down the guiding light. Что это? Да, мне тут в начале тоже накидали, на самом деле, много всякого хлама бесполезного. Я, как обычно, начал искать это самое, какие-то сложные разгадки, а все пизда как просто. Факелы тушатся, а я их не тушил, ни один из факелов. Факелы, которые относятся к цвету или просто рандомные? Просто рандомные. У тебя был переходник, этот переключатель. Вот у меня, допустим, я нажимаю его, у него пускается лампа и я на карте вижу отметки всякие. У тебя, возможно, что-то подобное с этими факелами. Зонный включатель. Короче, я тут сам разрулю, Андрюх, я все понял уже примерно. Ну, я тебе могу просто прогайдить, куда тебе, допустим, идти, когда ты откроешь зеленый рубильник. Допустим, мне его не надо вообще открывать. Скорее всего надо, потому что без него ты не откроешь красный, а там, где красный, там выход, куда тебе надо попасть. Угу. Окей, если я жму зеленый. Смотри, короче, жми. Ладно, зеленый ты открыл или нет? Скажи, когда говорить. Я нажал зеленый рубильник, но я не могу, ну, короче, смотри, рассказываю. Ты пропал. Смотри, я сейчас стою прямо перед решеткой с красными этими штуками, но я не знаю, где красный рубильник, но прямо передо мной это решетка. Слева от меня решетка с зеленым рубильником, и она поднята. Я ничего не делал. Если я сейчас отпускаю рубильник зеленого цвета, то эта решетка захлопывается, и я не могу пройти к красной двери. Да, это нормально. Нажимай рубильник и возвращайся обратно, к началу. Иду. Насколько обратно? Ну, к самому началу, там где развилка, налево или направо, я тебя прогайжу оттуда. Я пришел. Короче, идешь направо до конца, потом налево, проходишь через эту синюю залупу, идешь направо, выходишь в большую комнату такую, и от нее направо. Направо будет комната, там зеленая, соответственно, должна быть какая-то отметка, которая будет типа уже открыта. И там красный рубильник. Короче, все изи, только мне синий рубильник надо теперь подняться опять. Да, пиздец, сложно красный найти. Ну, ща найдешь, и там потом пробежишься, и долгий уровень. А, я все. А, нет, это баг, лол. Я думал, я нашел выход. Короче, Андрюх, у нас проблема. Какая? Рассказывай. Я заблудился. Ну, какой цвет? Видишь какие-нибудь рубильники или двери? Да. Какого цвета? Говори. Да. Какого цвета? Говори. Вот смотри, со старта, где, блин, мне загаден лайк. Говори. Говорю. Значит, смотри. Направо до стены. Налево до стены. Ну, просто можешь говорить, и я буду делать. Хорошо. Значит, от начала опять. Направо до стены. Потом налево до упора. Налево до упора. Направо до упора. Направо заходишь в комнату, и из комнаты этой большой направо еще будет проход. В комнату, где красный рубильник. Через зеленую дверь? Да. Нашел. Опустил. Теперь у тебя вот та самая, после зеленой двери, открылся тот самый выход. Красный. Я сейчас туда, и ты все, выходишь, проходишь этот уровень. Иди. Иди. Только мне синее надо опустить опять. Да. Так, я тут пропустил так, от Бабул. 512. 322 рубля. Станатные действия с ингредиентом за суицидом. В своем жизни полоса кромешного дерьма. Спасибо, что ты есть. Спасибо тебе большое за донат. Не отчаивайся, я думаю, все-таки не стоит. Потому что, знаешь, как говорят, жизнь становится лучше. Вот Алексей, например, встал только что. Я прошел. Спасибо большое. Четко. Оу, я вышел на улицу, Андрюх. А я? Короче, рассказываю. Шахматная доска огромная. Красный какой-то самовар. С красной лампочкой. Какая-то хуйня. Блин. Ну, давай, говори дальше. На нем есть стрелка, какая-то хуйня. Которая, типа, показывает какие-то деления. Я могу ее, типа, засунуть. Алло. Да, я слушаю. Я должен остановить стрелку. На зеленом. А, все, это изи. Блин, я уверен. Я запустил какой-то двигатель. Какую-то хуйню. Ща, я смотрю, что у меня происходит. Я его запустил, и ничего не произошло. Заебись. Статуя женщины. Ой, а мне холодно стало. Мне холодно. Я замерзаю, блядь. Я понял, в чем дело. Может, мы в нахуй, в дом? Э, да. А, я не могу в дом. Они закрыты, Андрюха. Что-то делать надо. Блин, я не могу понять, где я. Значит, что, красная стрелка, что нужно сделать? У меня просто ничего нового не открылось. Тель, тебе ничего не нужно делать. Я его запустил сам. У меня есть шахматная доска огромная. И я замерзаю. Две статуи друг напротив друга. Женщины с руками. Подожди, смотрю фильм. В поляце сидят. Так, шахматная доска. Вижу. Значит, пешка, четвертая справа, две вверх. А, я буду... Подожди, подожди, подожди. Значит... Блядь, а... Короче, Лех. Эээ... Блядь. Тут все достаточно быстро происходит. Сейчас я тебе буду диктовать. Секунду, подожди. Смотрю. Заново пущу. Лех, шахматная доска ты говорил? Да! Значит, смотри. Сейчас будут диктовать тебе, как ходить, как играть. Быстро. Так, все. Жди. Ходят белые, соответственно. Эээ... Е2, Е4. Черные. Е7, Е5. Блядь. Знать... Блядь, ладья. Эээ... 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 Ээээ... 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 Эээээ... Ээээээ... Е2-Е4, Е7-Е5, Ф1-Ц4, Б7-Б6, Д1-Ф3, Б8. Лёх. Андрюх. Ещё разочек. Да. Короче, я просто буду постоянно смотреть и постоянно тебе говорить, как ходят. Сам ещё должен запомнить. Е2-Е4, Е7-Е5, Ф1-Ц4, Б7-Б6, Д1-Ф3, Б8-Ц6, Ф7-Ц4. Б3-Ф7. Это у меня такая пизда. Заново повторяю. Соберись. У нас ласт в трайм, Андрюх. Е2-Е4, Е7-Е5, Ф1-Ц4, Б7-Б6, Д1-Ф1, Б8-Ц6, Ф3-Ф7. Ещё разок. Да, очень сложно. У меня 2 пикселя просто я на экране вижу и всё. Я могу повторять ещё. Я запомнил. Трайд будем? Я пытаюсь. Скажи, когда ещё раз продиктовать. Чё там? Я не могу понять. У меня просто перестало что-то нажиматься. Может, я сдох уже? Ну попробуй разберись. Если ты говоришь, значит, я не сдох. Это жизненная мудрость Джейсона Стэфема. Это очень сложно, потому что нихуя не видно на экране, но я примерно понял. Ты сдох. Не надо так, Лёх. Алё, Андрюх, у меня чё... Где? А, вот. Всё, я сейчас выхожу, сразу иду за доску. Окей. Сейчас я только двигатель запущу. Секунду. Так, ну я понял примерно начало. Так, я ебашу Е2-Е4. Блин, у меня этот автомат ебучий опять не запускается, сек. Я готов тебе говорить. Давай. 3, 2, 1, 0. Е2-Е4. Е7-Е5. Ф1-Ц4. Б7-Б6. Д1-Ф3. Б8-Ц6. Ф3-Ф7. Ещё разу. Можно Януфру с нами попробовать позвонить. Хех. Это я просто пошутил, чтобы подводрить тебя, Лёх. Давай, ещё раз говорю. У меня доска без обозначения, Андрюх. И мне тяжело. Ещё разок. Давай. Е2-Е4. Е7-Е6. Ф1-Ц4. Б7-Б6. Д1-Ф3. Б8-Ц6. И Ф3-Ф7. Ты же говорил Е7-Е6. Е5-то говорил. Сейчас, подожди. Возможно, я пизданул, Лёх. По-моему, Е7-Е5. Сейчас, подожди. Ещё раз. Сейчас ещё раз. Я затупил, прости. Е2-Е4. Е7-Е5. Ф1-Ц4. Б7-Б6. Д1-Ф3. Б8-Ц6. Ф3-Ф7. Ты пиздишь мне где-то. У меня партия перематывается обратно. Ещё раз. С самого начала помедленнее. После четвёртого пункта помедленнее. После четвёртого помедленнее. Хорошо. Е2-Е4. Е7-Е5. Ф1-Ц4. Б7-Б6. Д1-Ф3. Б8-Ц6. Ф3-Ф7. Короче. Чё тебе непонятно? Давайте я просто на словах скажу. Возможно. Ферзь на... Ты говоришь... На Ф3? Ферзь на Ф3 изначально. Да. Первый ход. Потом ходит конь. Потом ферзь ходит с Ф3. Ф7 съедает пешку. Какой конь? А, конь этот ходит, получается. Левый конь. Чёрный конь. Куда ходит? Ходит на... Сейчас, подожди. По-моему, С6. Или С5. Сейчас, подожди. На С6, да. На С6. С Б8 на С6. Да, С6. Ферзь, Д1, Ф3. Конь, Б8, С6. И ферзь. Ф3, Ф7 пешку съедает. Мат. ГГВП. Короче, Лёх, говори. Чё не так? Чё подсказать? Как там? Чё? Где-то остановился. Так, я походил белым ферзём. Теперь ход конём. Ты говоришь, С6. Ты меня... Нет, я тебя не наёбываю. Конь ходит. Б8. С6. Выходит с базы. Атакует. Говори где-то, чё происходит. Я понимаю, холодно, Лёх. Но говори, говори. Продолжай говорить. Не замолкай. Да, блядь. Полезная информация. Ну, мне тоже весело, в принципе, здесь. Сами видите, ребята, распрыживающие там все делают. Я пытаюсь. Это главное. Ну, мне тоже весело. Я же просто, чтобы ты понимал, жду, пока умру сейчас, потому что я опять нихуя не вижу, Андрей Я понял У нас хорошая попытка была Понял, но где ты остановился? Давай, скажи, как ты играл? Е2, Е4 Е7, Е5 Дальше слон С1 на... Ну, ты понял, куда там? Это Ф Ф1, я понял, да, уебывает дальше На С4 На ход слоном на детский мат Потом бешка Е6 На листочек это неинтересно Так, алло Нажимай же Он квит, что ли, нажал? Давай, Лех, сделаем это Андрюх Я Андрюх, я побежал Давай У меня все, дохода конем получается Когда ты меня... Короче... Андрюх, ферзем походил Дальше Сейчас, у меня... Я заново смотрю видео Каждый раз Сейчас скажу После ферзя Б8, С6 Да Б8, С6 Конь Потом ферзь на пешку На пешку Ф7 Андрюх, на Б8, С6 Вся задвигается доска обратно Лех Лех, Б8, С6 Это левый конь черных Соответственно Если ты со стороны белых смотришь Ходит Ну, блять Может ты Мискликаешь? Не знаю Сейчас, в данный момент Я застрял в текстуре Просто я не могу из него выйти Это плохо Сука Ты вышел из нее Или ты вышел из себя? Это только ждать надо, походу, да? Ждать, пока ты сдохнешь? Блять Лех, давай тогда Может на бумажке реально Ты там запишешь Что-то туда-сюда Но это странно Потому что конь должен именно Б8, С6 Конец Конец связи Андрюх, я все записал уже Ну тогда давай говори мне Я проверю тебя Экзамен пошел Е2, Е4 Все Дальше Е7, Е5 Дальше Ф1, С4 Дальше Б7, Б6 Дальше Д1, Ф3 Дальше Б8, С6 Дальше И на этом ходу У меня все ломается Слушай, это очень странно Не должно ломаться Потому что именно так и записано Ну, сейчас я из текстуры вылезу И мы попробуем еще разок, правильно? Да Слушай, Лех, а может быть Это, короче Детский мат, правильно? Тут уже чатик там спойлерил Говорил Да, я это понял давно Но у меня не получается Я не знаю почему Возможно Конь не так должен ходить В оригинальной версии Управление Не самое удобное Ты выделяешь фигуру Появляются опции для ее хода Ты жмешь, типа, на клетку Куда она должна походить Иногда выделяется другая фигура Короче, я ебал Создатели этой игры Да Я тоже Распрышка дерьмо здесь Это я последние 30 минут Уже пытаюсь сделать Ну, ее нет В принципе Но я пытаюсь А что там после коня будет, Андрюх? После коня Ферзь Ф3 Ф7 Убивает пешку Съедает ее И ставит мат То есть один ход? Да, брат Ну, охуеть теперь, блядь Да, брат Ну, ладно Ждем, пока замерзну Хорошо Ну, мы с тобой, конечно Шахматисты знатные, Андрюх Это правда Так Ну, давай я, что ли, еще раз скажу Как все, значит Пешечкой Е2, Е4 Значит, противоположно Е7, Е5 Выставляется напротив Соответственно Ход Ф1 С4 У нас слоном Далее Б2 Б7, Б6 Пешечка Ферзь выходит Д1 Ф3 Конь выпрыгивает Знаменитая Б8 С 6 И после этого Ферзь атакует В Пешку На Ф7 С позиции Ф3 Да, да, Андрюх Я все понял Хорошо Только Да, да Ну, ты держись, Лех Ты держишься? Да Что-то долго в этот раз, кстати В текстуре я сижу Лех, тогда пока Трехминутную рекламную паузу я включу Давай Субтитры сделал DimaTorzok Алёх, пока ты там мерзнешь Я чайку сделаю беду себе Хе-хе, давай Здорово Как дела? Отлично, чайник поставил Все, Лех, давай, сделаем это Я, я сейчас все сделаю Мурик АМГ, спасибо большое за подписку Добро пожаловать Скажи, что это детский мат просто, блядь Марио, я буду заплатить Отличная работа, Леха Прием На меня Вылезли ачивочки Ты все сделал Я справился, Андрюх Отлично Что теперь? Короче Пока реклама, что, подождать Наверное, да, постоит Да Ну, чайник закипает Сейчас я Да, еще Еще 30 секунд, Лех Мурик 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 Все, ты готов? Да, давай Смотри Захожу в комнату Передо мной стоит Книжка Ну, на стенде таком Так Вот На книжке нарисованы символы Раз, два, три Четыре, пять символов У меня таких книжек Штук пять Да, давай Во-первых, огромная комната Самая большая в игре Она состоит из кучи Точеных пик И какое-то поле между ними Ух ты, ебать А, короче Андрюх Так Я пытаюсь пройти И меня и башут пики Вылазят из-под земли Все, я понял Короче, смотри Что это такое, скорее всего Ты смотришь на книгу Там, соответственно По Символам Которые на ней нарисованы Я понимаю, какая это книга И сзади у меня написано Путь По которому нужно идти Посмотри У тебя путь этот есть? У меня есть символы Разверни книгу Посмотри Сзади что-то есть? Я не могу поднять ее Понял Короче, называй тогда символы Я буду искать эту книгу И скажу тебе Сзади путь По которому идти У книги Синяя обложка Андрюх У меня Секунду Я думаю Это не суть Важна Ты готов? Уно Моменту Я посмотрю Все книги свои Да зачем? Ну типа Салатовый Короче, я понял Так Символы Говори Нет Не салатовый Именно синяя Но у тебя будет Другого цвета обложка Слушай Короче Начинаю Символы я буду называть Сверху вниз То есть Из чего он состоит Они все высокие Такие Большие символы Ты готов? Да Первый символ Это вот эта Бабочка Этот бантик Бабочка От него идут Сужаются Две палки Идет вниз Большая палка И посередине Этой палки Две руки Влево и вправо Вверх Да Понял Дальше Второй символ Палка Такой краник Палка И от нее Справа маленькая Палочка Потом Две туки Таких Больших Внизу Ноги Типа И снизу Два шарика Еще Мужич Развали Плс Спамил Около Полугода Так Лех Ты слышишь К3 Осознал Больше не буду Сап Леха Леха Прием Остановись Хватит Говорить Говорит Надо Покачку Нарьем Алё Да Лех Слышно Еще раз Скажи Слышно Нет Я тут наушники Въебал Да Значит Смотри Ты Я нажал Потом На войс И не слышал Что ты говорил Второй Я понял Это типа Такой Сверху Буква Т И от нее Ноги Идут Потом Дальше Буква Типа Вот это П Которую Я тебе Называл Это В комнате Где цапля С черепом Дальше Чувачок С поднятыми Кулаками Вверх И дом Последняя Правильно Последняя Не дома Как круг В нем Точка От него Идет Как платье Такое Типа Как девочка И Подожди Грибочек Внизу Алло Да Так Подожди Странно Очень Странно Что у тебя У меня Вот смотри На пятом Где больше всего Сходство У меня Был Дом То есть Может быть Если Ой У меня есть тоже Такое же Пятое На одной книге Где девочка Типа Ладно Давай Смотри Третий Четвертый Символ Опиши Мне С книги А Они Меняются У меня После каждой Смерти Лол Андрей Да Я понял Символ Смот Слышишь Слышу Говори Первый Это вот Бабочка Вниз От нее Уходит От бантика Дверь Понял Второй Буква Т От нее Две Дуги Вниз Длинные Ноги Понял Третья Кружочек Вот этот С крестиком П Ну Буква П То что Понял Четвертый Человечек С руками Вверх Поднятыми С кружками Типа Кулаки Да На самом Деле Они у меня Поменялись Эти символы Они были Другие Но сейчас Они такие Как ты Говорил Первый Раз Понял И дом Последний И дом Так Прекрасно Короче Смотри Что значит Написано Сзади Starting In the far west Начиная Далеко На западе Сделайте Два Шага Northbound Ну Видимо В северном Направлении Направляйтесь На восток Дважды Конец Понял Стою На восток Дважды На этой клетке Так Дальше Говорю Сейчас Подожди Пока Никуда Не двигайся Просто Читаю Полностью Готов Да Then After Moving North Two times One Can head For the Door After Taking One Step Towards The Western Wall Перевожу Потом После Движения На север Двоекратно Я переводчик Заебись Я что Так Значит Один Направляется На дверь После Принятия Одного Шага Значит В сторону Западной Стороны Стены Так Подожди Андрюх Это было идеально Лучше я уже не смогу Андрюх Да Я стою на клетке Которая Вот Блять Прочитай мне еще раз Я тебе скажу Сука Что именно Блять Лех Что именно Прочитать Первую или вторую Часть Или обе Леша Скажи Что-нибудь Ты пропал Лех Алло Алло Сначала Все Прочитай Начинаем В Вот После Когда Двое Двое Дальше Что мне делать Я стою на этой клетке Так Подожди После Двое 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 Один can head the door for the door есть там дверь какая-то рядом есть но я второй раз уже пол ты на видел просто понимаешь если ты на видел возможно нам по другой книжке уже нужно идти да да уже третий раз блядь короче у меня поменяли символы андрюх сейчас давай говори еще книгу кошек заново кошечка член какой-то кружок от него вниз палки позже член до поднятыми кулаками вверх и девочка секунду сейчас так кошечка руки вверх член вот это вот кружочек с крестом п-образный челик руки такие вверх весь такой на понтах и девочка на так сейчас готовься ты слушаешь на стартинг фон за фар ист автор будет устав снов хэтт у степс торцов с давай по частям это первая часть андрей а брат у нас возникли проблемы какие брат работаем говори андрей я вот это вот палочка краник от него две дуги вниз и между краник блять секунду первую давай заново алё алё какой краник заново раз-два-три говори я бегу фидить пока не будет старая надпись мне да нет слышишь подожди никого не делай этого не делай этого лёша андрей слушай меня внимательно да кошечка потом палочка от нее идет направо маленькая палочка потом две дуги и между дугами еще линия потом б потом челик с кулаками и девочка так подожди мне помню две книги с девочками сейчас не торопись второй символ назови меня как выглядит сейчас секунду тогда мне две книги с девочками на одной а второй символ член на 2 2 символ то тоже член но они разные они разные да так подожди у тебя член там типа сверху ключик такой сверху да да все понял так я готов читать лёх давай сейчас тяжело я готов итак я начинаю рассказ starting from the far east начиная с далекого востока after moving to steps north после того как вы сделали два шага на север на head to steps towards the west направляйтесь сделайте направляйтесь два шага в направлении запада до прекрасно значит вторая часть move to steps towards the north значит двигайтесь два шага по направлению к северу очень плохо потому что следующая строка take a step east before что в переводе на русский означает перед этим сделав шаг на восток у тебя сменили символы андрей подожди да да я здесь так смотри значит я начал с далекого востока сделал два шага вперед потом я сделал два шага towards west на запад теперь я стою на этой клетке мне уже еще получается шаг сделать подожди 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 ничего не делал ничего не делай ничего не делай ты значит по слышишь меня лёх да значит смотри ты после момента head to steps towards the west правильно ты сделал два шага на запад лёша лёх лёх символы не сменились пока еще я с этой клетки не двигался хорошо не двигайся еще раз скажи где ты находишься пропадаешь постоянно смотри андрей слушай меня внимательно я начал с далекого востока сделал раз шаг два шаг потом сделал два шага навстречу западу и стою на этой клетке прекрасно я тебе буду сейчас говорить что делать дальше ты готов да у вас кабель подключен напрямую через роутер бля сори не мог удержаться ладно лёх слышишь да соберись значит смотри сделай шаг на восток да потом сделай два шага на север да иди нахуй картинки сменились символы сменились сухо ладно пробуем еще ну вряд ли дело в моем знании английского так скажу может ты криво ходишь просто такой толстый кружочек подожди подожди заново 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 вниз идет дуга чел с руками наверх да подожди блять стой не с ромбиками и дом лёх давай еще раз там про это все мимо ушей блять кошечка не такой большой член как в прошлой раздаче кружочек палка вниз идет завитушка плюс дуга четвертый символ челик руки вверх поднял кружочки пятый дом так все понял есть вроде бы а значит все лёх собрались значит я начинаю рассказ стартинг фар уэст начиная на далеком западе андрей это была не та раздача я начал на далеком западе и меня сразу проткнуло нахуй штырями так подожди ты же сейчас мне сказал пять символов и я читаю по книжке андрей у меня новые 5 символов отлично говори кошечка ну вот бантик этот от него две палочки вниз от них палочка две руки наверх вторая толстый член с краником наверху третья пи вот это с кружочком в нем крестик четвертая челик руки наверх ромбики не кружочки пятая девочка так понял я немного сбился на моменте толстый член но все я нашел книгу лёх значит начиная рассказ ты готов да сука собрался Старлинг фронта фар ист начиная на далеком востоке да after moving two steps north после двух шагов в северном направлении да направляйтесь в общем два шага на запад ты не мог бы не мычать а полностью искать предложение да я встал блять я сделал все что ты сказал это прикольно теперь нам надо успокоиться это хорошо все все спокойно вот теперь тут такое заковыристое значит у нас сейчас никуда не иди я читаю полностью предложение готов предположим это было да move two steps towards the north take a step east before take a step east before heading forward once more секундочку иди нахуй иди нахуй лучше ты сейчас не двигался правильно нет отлично значит смотри сначала получается ты делаешь два шага на север да потом ты делаешь шаг на восток перед тем как сделать вперед еще один take a step east before heading forward once more спасибо ты сделал это да я зашел в комнату слушай это хорошо так у меня тоже открылась комната я иду тут темно у меня театр представление сейчас будет да 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 у меня слева и справа наряды походу мы смотрим да представление походу сейчас я буду смотреть твое представление лёх давай я сзади сяду что-то происходит что-то происходит у меня тут нужно стрелочки крутить будет а подожди подожди у меня дверь открылась одна у меня обе двери открываются я смотрю что происходит выхожу на сцену тут какой-то замок так слушай лёх граммофон есть и тут какая-то херня мне нужно крутить ручки андрюх так подожди надо понять что происходит значит я нажал граммофон я сейчас нахожусь на сцене напротив меня какое-то чучело подвешенное я к нему подходить не могу у меня гаснет экран я стою на сцене у меня появилась какая-то арка и есть граммофон который играет музыку по сути всё что есть и когда я его нажимаю значит сейчас сейчас секунду ещё раз есть кассел кассел что-то филд из лайф по-моему однажды был заблок наполненный жизнью возможно нам нужно сделать этот сценку собрать и походу ты уже будешь делать а я буду ничего не делать короче смотри андрюх алё ты видишь то что я вижу ебать а как я должен узнать это андрюх пришли хоть фотку какую-нибудь аху его знает про театр короче не смотри моя комната вниз есть какой-то типа спуск до дверь у него такая дверь на замке не открывается передо мной краники такие которыми нужно вертеть типа заводить музычку походу справа от них включатель над ним написано сцена 1 я его должен буду дернуть и сцена запустится да смотри какую сцену тебе нужно сделать лег ты готов и там типа кукольный театр такие оранжевые картонные хуйнюшки на них нарисованы вот на то что на то что слева нарисованы челики меч который меч и корона и короля корона как шахматно так короче лёх я хуй знаю что ты говоришь но я скоро на афи же коментах и залупа приближается значит смотри попробуй додуматься у меня есть единстве есть две вещи первая это арка перед вот этим вот подвалом который не открывается перед этой дверцей второе у меня есть граммофон который говорит следующее there was once a castle filled with life по-моему сейчас еще раз да однажды был замок наполненный жизнью попробуй эту сценку начать как-то делать какая же мне пизда брат если сейчас быстро начнешь двигаться а кто там там какая-то подвешенная залупа тень типа но проблема в том что она не очень-то страшная честно говоря ну ладно стремно если была в жизни я уже обосрался бы на этой сцене а проблема в том-то что чем она ближе тем у меня меньше обзора брата ночи сложно вот да очень сложно у меня тут еще есть знаешь что у меня есть три каких-то этих три рельс сен и на на сцене окей ну что на них ну на одной соответственно стоит вот этим стоят эти ворота одно других ничего нет вот ты по-моему что ты катаешь челик идет передо мной да а я двигаю вот эти фигурки оранжевые правильно да 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 вот передо мной челик с короной и так и что мне нужно из них сделать the was once a castle field with life короче челика ты мне поставил поставил арку значит третий план попробуй что-то типа замка выдвинуть или что-то такое у тебя на первом на втором планах что-то еще есть что у меня у меня на первом плане люди три человека три чувака на втором меч корона и на третьем большая такая шапка корона короче выдвигай всю тусовку мне на сцену ты можешь так сделать или что ты можешь сделать а куда дядю забираешь нормально дай подумать мне не открывается ну выдвинул вроде но не открывается я говорю тебе видимо нужно сделать сценку мне сделать сценку то что когда-то был замок которым кипела жизнь вот кипела жизнь последняя в похоже первая хуй его знает причем челик но него корона это не реклама пиво кстати если что ну в принципе я все понял это хорошо я пока еще жив это залупа уже сидит в первом ряду и смотрит на меня у меня уже по дефолту маленький экран я должен был тебе все выкрутить сейчас нет так на переднем плане подъехала значит мадмуазель соответственно королю этому на втором значит с мечом у нас этот же король возможно что-то он должен сделать сейчас это дерьмо полезет на сцену лёх у меня плохие новости мало времени осталось придумать чё-нибудь я блять братан я не знаю что сделать я думаю ну смотри очень мало по поводу касла то есть жизнь типа есть ты мне фигурок наставил но объяснение замка отсутствует чё там еще есть у меня есть пять крутилок пять некоторые из них связаны друг с другом то есть когда я кручу одну вторая подкручивается вместе с ней лёха дерьмо уже лезть на сцену то крутится пято когда кручу четвертую крутится пято тоже я не могу понять пока как они взаимодействуют но те нужно придумать и нужно понять нет удаленно тяжело очень легкий объяснить кажется я сейчас буду хавать дерьмо кстати что я риал риал страшно да не страшно но у меня уже движена особо нету и сейчас еще один шаг судя по всему и мне г.г. у меня короче я не знаю надо будет чтобы ты нафидел и попытался мне как-то сказать координировать меня опять блин ну я а ты знаешь как они выдвигаются как они двигаются можно пробовать так что следующий раз когда ты что-то двигаешь эти буду говорить что меняется на каком первом втором или третьем третий рельсе что скажешь так приехали ну конечно лёха ты не может сухо это я как орешки щелкаю все эти загадки он тупой блять дотер что за люди вообще непонятно но мы команда мы конечно команда сдох ох ебать а чекпоинта андрюх слышишь я сдох нет это блять серьезно с картинкой шахмата чекпоинт нет нижней шахматы пики блять так шо это предыдущая комната кошечка две ноги п челик с кругами руки наверх дом просто прочитай полный подожди кошечка все понял сейчас читаю значит смотри стартинг in the far west начиная на западе далеком два шага два шага на север на право потом значит дважды на восток then after moving north two times one can head for the door заебись читаю кстати а блять я читаю выключить микрофон лёх алё как слышно да слышно заебись все начинаю читать я разобрался стартинг in the far west take two steps north-bound head east twice это значит начиная на далеком западе сделайте два шага по направлению на север но потом направляясь на над направляясь на восток дважды дважды направляйтесь на восток алло а еще раз да лёх да алло 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 говори я ты можешь прочитать я полностью еще раз блять что читаю полностью стартинг in the far west take two steps north-bound head east twice then after moving north two times one can head for the door after taking one step towards the western wall все так а почему ты блять с первого раза так не мог сделать я думал сложно ну ладно челики за ними меч с короной за ними шапка корона большая понял да еще раз у меня теперь стоит замок стоит замок и с ним арка вот это стоит арка из-за ней тоже оранжевая ебала с короны так понял сейчас слушаю еще раз да мне нужно чтобы ты прям на центре построил эту всю эту зарисовку за у вас уонс и к стал фил туз лайф все блять творческий ты человек или нет работой а satan loves you 88 спасибо большое за подписку так же дред не тупой спасибо за подписку согласен с твое никнеймом волшат 5 15 добро пожаловать обратно с уверенность могу сказать ведерко ведро градиум тиман троп легенда sd бэксайд родео и чпок так я кажется начинаю разбираться давай что-то делай я буду говорить что происходит больше от меня ничего не зависит что происходит ничего как слышно хорошо так выезжает дядя король выезжает дядя король с левой стороны как слышно прием нормально и теперь заезжает обратно да или как да теперь заезжает обратно совершенно верно выехал 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 еще чуть-чуть его подальше чтобы он в центре был хотя возможно он там самкой должен стоять вместе с королевой с принцессой своей так со второго плана выезжает арка арка выезжает и король тоже двигается король на месте арку сильнее еще чуть правее все хорош так что нам не хватает ну для замка нам не хватает замка еще как минимум у у тебя нет сейчас я правильно понимаю нет людей нет меча и короны и нет большой шапки правильно нету людей нету меча и короны нету замка нету ничего повторяю николай иван хритон ульяна яков ничего нет едут они к тебе нет как слышно возможно они едут куда то еще мне все было бы неплохо если бы ты делился информацией потому что эта херня не собирается замедляться Я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь Рад слышать Ну, я не знаю, как там это делать Но, вероятно, ты должен построить, опять же, просто Представление, что ли, как эта херня Ну, короче, замок, в котором когда-то была жизнь Комната справа И та комната, в которой к тебе выезжают Она, ну, ты, по идее, за стеной сейчас Я не могу, как бы, увидеть, что у тебя там происходит Так, еще раз скажи это У себя, в одной из этих комнат Вот это мне интересно Так, сейчас у меня уезжает арка Вообще интересно, потому что у меня на сцене еще есть какое-то черное пятно Я сначала думал, что это какое-то рандом, но, возможно, это не так А у меня белая Белая Не, не на сцене, забей Ну, ты забрал арку у меня, по сути И все, ничего не изменилось Да, ты просто забрал арку У меня осталось только дядя, король На месте? Подожди, что-то, я слышу, что-то двигается, но ничего не приехало Опять слышу, что-то едет, но ничего не выезжает Блядь, что ж она так медленно-то едет Так, вот она, выходит, выходит, Лех Еще, еще, ага, ага, еще чуть-чуть Ага, хорош Лех На первом ряду уже зритель сидит Андрюх Арка уезжает, заебись Но зато выехали человечки Все, я все понял, Андрюх Это прекрасно Выехала арка, уезжают человечки Приезжают человечки, арка стоит на месте Человечки на месте Возможно, даже чуть-чуть левее Прям перфекционистово мне негодует Еще Арку двигаешь Арку правее Ничего не двигается Но есть звук Уезжает арка Человечки на месте Король на месте Последний оплот Херня на меня напрыгнет скоро Так, выехала принцесса Короче, да, должны быть Смотри, у них сзади еще написано Король Королева Есть По возможности Выставляй арку еще Короля и королеву поближе друг к другу Ближе не могу уже Их вроде Ближе Ну пускай так Так тоже нормально Предположим, так и должно быть Остался меч с короной у нас Ты арку не выдвинул Она уехала А да? Где арка? Блядь, я не знаю Спроси у подрядчиков Она едет? Че-то я слышу вроде Может быть едет Я пока спрячусь Вот так вот Вот так вот Брок, где она? Блядь, она не выехала Но вот эта вот херня Уже собирается прыгать на меня, кажется А, у меня то же самое Сзади вот эта вот? Не, просто вижу Блин, это серьезно? Столько сложно? Да, чувак Арка выехала или нет? Нет Арка выехала? Да, выехала На центре Блядь, а что ж ты молчишь? Остались только короны Понял Арка уезжает Арку верни, блядь Что еще? Что еще двигается? Только арка двигается Уехала арка Вернулась Вернулась Так, ну давай Спидраним этот уровень Че там у тебя? Член, кружочек вниз За корючкой Чел, руки наверх ромбики, девочка Стартинг from the far east After moving two steps north Head two steps towards the west Move two steps towards the north Take a step east before Heading forwards once more Б Чел, руки наверх ромбики, девочка Так я тебе только что читал уже, ебать Щас, подожди еще раз Я, возможно, выключенный микрофон читал Но, возможно, нет, не знаю Слушаешь? Да Стартинг from the far east After moving two steps north Head two steps towards the west Move two steps towards the north Take a step east before Heading forwards once more Ее, бой Так, братан, спидран пошел Я тебе даю, щас едет арка и король Ща, подожди Да, едет арка и король Прекрасно, они выехали Все, четко стоит оба Секундочку Так, я включаю Стоп, я включил граммофон И все уехали нахуй Бля Но появился свет Все, отлично Вот, значит, король Нормально, нормально встал Хорошо, как надо Эээ, блудлайт? What? Какой Свет, блядь, какого цвета? Свет Ну, какого цвета? Обычного Такой Желтоватый цвет Хороший Король приехал Король приехал Король на месте Арка тоже едет Арка на месте Дигунс Би Спасибо большое за подписку Добро пожаловать А также Эртси Кер Спасибо за три месяца Людишки Людишки на заднем плане Приехали Значит, король с мечом Приехал Стоит прямо на центре Королевна выезжает Встала как надо Все, все Так Ну, вроде все на месте Но А что делать? Секунду Ну Вроде нажалось А что делать дальше? Ну, подожди В смысле, ничего не нажалось Но Ты все выставил, я так понял Это же единственные пять Которые были у тебя, правильно? Да Они четко стоят? Ну Так Это сейчас двигаешь Арку Ну смотри Слева стоит король На первой полосе Слева король Справа королева Они Как бы По бокам Арки стоят Грубо говоря Ты арку подвинь обратно Что она так уебищно встала Нет В другую сторону Вот Хорошо встала Стоит арка Значит По центру нее Стоит король С мечом Так Ты сейчас короля увозишь Почему-то Пиздишь его Вот И за ними стоят Соответственно еще челиксы Ща, подожди Убери короля Убери королеву И короля с мечом тоже убирай По-моему я понял Нет, арку Это арка Оставь арку Оставь арку Верни арку, блядь Отлично Убирай теперь королеву Убирай меч С королем Это походу По Ну Постепенно нужно собирать Это первый этап у нас Оставь только людей И арку Блядь Это очень сложно будет Постарайся Постарайся Так Я убрал одного короля Стоп Ты уводишь сейчас И принцессу И арку Верни арку Я не могу Итой Верни Они спарят Интересное исходство Я увел принцессу Да Принцессу увел Все Людишки Арка Все Арки нету Блядь Тупой Скажи про красный свет Это влодь Туда Наверное Надо Мертвого короля Все Нету Арки По-прежнему Не надо Спойлеров Парни Идеи Каких-то Пожалуйста Приехала Да Да не приехал Нихуя Есть звук Арки Нет Верни арку Сука Это король Короля нахуй Вот 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 Пошла 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 Все Стоп Стоп Была Прошла Сцена Братан Да Сейчас Вторую Слушаю Подожди И там Жил король С его женой Короля И жену Сюда Блять Возможно С аркой И замком Нужно Пока короля И жену Ну попробуй Короля И жену Только Потом Если что И замок Вернем Король На месте Блять А жена Это кто Жена Это Принцесса В платье Прием Жена Это Принцесса В платье Или Королева В платье Короче У нее есть Платье И она Женщина Ну Картонная Женщина Ой Блять Так Пошла 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 Все Стопэ Все Король Тихо 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 Слушаю Дальше Слушаю Тихо Не запускать Да Не Писти Блять Дай Послушать Короче Нет Походу Нужна И арка И людишки И там Жил Король С Его Женой Так Хорошо Хорошо Арка На месте Блять Блять Это Король Король С ножом Рано Еще Рано Не то действие Людишек Пожалуйста Уехал 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 Прием Во Людишки Пошли Стоп Не Не запускает Почему То Да Ну Король С женой Там Жили В Замке С Людьми А в чем Проблема Король Королева Жили В замке С людьми Алло Блять Алло Это очень Зрано Алло Да Вроде Все так Сделали Но Что-то Непонятно И там Жил Круг С С Блин Лед Короче Лех Андрюх Я Давай Спидер Давай Андрюх Говори Кошечка Без ног Бантик И кошечка Маленький член Кружок Линия Закорючка Плюс Дуга Чел Руки Кружочкой Наверх И дом Так Есть Готово Так Что там Была Первая Сцена Первая Сцена Это Замок И Челиксы Челиксы Сзади Замок Есть Челиксы Есть Что Не хватает Замок Заново Еще раз Построек Там Я не успел Нажать На граммофон Без этого Не засчитывалось Короля Нахуй Короля И людишек Сейчас трогаешь Не нужен Король Убрать его Красиво Все Так Прошло Сейчас Ну Возможно Судя по свету Появился Красный свет Еще Кроме Обычного Центрального Нужен Наверное Еще Король С Женой Ну Я не знаю Возможно Просто С Аркой Возможно Отдельно Два Персонажа Король И Жена Я хз Честно Говоря Давай Че она Робкая Так Пододвигай Так Чекаю Ничего не меняется Чекаю Это ты Там Нажимаешь Что-то Чувак Это ты Там Что-то Нажал Да Блядь Я понял Так это Те Все Сейчас Дальше Дальше Слушай, ну, людишек, наверное, выставляй. Они вроде счастливые, ребята. Всё вместе с людишками? Просто людишек. Одних людишек. Ты ебанулся, что ли? Какая же это сцена? Одни людишки? Ну, возможно, нормальная сцена, чувак. Ну, блин, а зачем король и жена, когда они нихуя не рады? Надо счастливых выставлять. Попробуй людей сначала отдельно. А потом, может быть, и добавишь короля, жениха, там, блядь, не знаю, свата, похуй, тёщу. Приехали людишки? Людишки с королём приехали. Убери короля, попробуй нажать. Рельса сломалась, походу. Что-то звук есть, но ничего не едет. Уезжает? Да, король уехал. Попробуй нажать. Нет, нихуя. Короче, в таком случае выставляй ещё арку, жену и мужа. Скорее всего, так. Так, король приехал, жена осталась. Приём. Убрать, убрать меч, убрать меч, убрать меч. Хорошо, хорошо. Кстати, да, тут можно по свету ориентироваться. Тут свет сейчас на 4 объекта. Всё, готово, жми. Всё, что произошло, и всё было хорошо. Сейчас. Until the king killed all he could. Короче, возможно, просто одного короля. Света мало, просто короля одного. Видимо, сложность в том, чтобы тебе сейчас убрать все объекты и короля поставить. Свет реально на один объект, на короля. А, мне убрать надо, да, всё? Тебе надо всё убрать и поставить короля с мечом. Блин, ну вроде нормально. Нормально, нормально идём, нормально. Осталась арка, жена и люди. Минус арка. Минус жена. Капа. Минус люди. Жми. Нихуя. Блядь. Ну, судя по свету, похоже было, что одного только это, челок, челика нужно. Возможно, арку ещё. Давай арку добавь. Арку? Да. Арка с королём выезжает. Так, хорошо. Жми. Блин, ну... Жену может ещё? Я хер его знаю, честно говоря. Кого он? Может, он кого-то не мог убить? Жену? Жену не мог убить? Ну, кроме себя. Себя, наверное, он не мог убить. Блядь. Может быть, зрители... О, люди и жена ещё нужны? Ва... Ой, блядь, что... Что, что делал? Людей и жену. Ты уверен? Да. Король на этой самой, на сцене. Убрать. До того, чтобы король убил все, что он мог убить. Король не хочет уходить. Два короля на сцене. Это плохо. Так, давай жену. Жми. Есть. Так, сейчас слушаю. Стоя в крови, он, вероятно, грустно ему. Что сделать, его одного выдастать, что ли? Ну, наверное. Его и арт, типа? Или... Слушай, я хрен знает, у меня нету этого... У меня нету света почему-то никакого. Стоянин и блат, у меня есть чёрное пятно какое-то на центре. Возможно, это, типа, как бы кровь. Может, ничего не надо? Просто так нажать? Бл***. Спидран. Спидран. Так. Кошечка без ног. Небольшой член. Кружочек, дуга, закорючкой. Челек с руками наверх, кружочки, дом. Секунду. Ещё раз. Дальше, возьмите один путь вверх, а затем начинайте два путь вверх. Дальше, возьмите один путь вверх, но не до того, чтобы двигаться один путь вверх. Пойдите вверх, немного больше, до того, чтобы один раз ударить на стену. А затем идите прямо на дверь. Андрюх, кошечка, две дуги, руки наверх, маленький член, пи, вот это, ну, не пи, а кружок, дуга. Челек, ромбик, руки наверх, девочка. Секунду. Так, кошечка, руки наверх, толстый член, пи, руки, ромбики и девочка. Тонкий член, тонкий член. Ищу тонкий член, секунду. Да, да, отлично, всё, нашёл тонкий член. Сейчас, секунду. Секунду. На west corner лежит your start. Keep moving north, но watch your step. Before the last tile you must head east. Before the last tile You must head east After these two steps Take one step Towards the south Head for the eastern wall Then You may proceed Towards the door Пожалуйста, блять Пожалуйста, Леша Ты сдох? Я зашел в кинотеатр, поехали Че там первая сцена была? Первая сцена Замок и люди А, не, подожди, подожди Мне нужно сначала включить еще Не выставляй ничего, не выставляй Сейчас они уедут, скорее всего Касл и лайф Люди и замок Есть? Да Да Алло Что? Да, секунду Замок Король-жена Жми, ёкарный бабай Все были счастливы Все было хорошо Люди, замок, жена Там все, 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 блять А, не, подожди А, не, подожди Как там мы делали? Я забыл уже Слушай, ты не думал в театре начать работать? У тебя хорошо получается И женку выкатывай Жми, ёкарный бабай Убери короля Убери короля И короля с мечом добавь Жми, ёкарный бабай Жми ёкарный бабай Так, скажи чё-нибудь Щас, ещё раз скажи Твою мать Я ничего не слышу Скажи чё-нибудь нормальное Нажми кнопку, блять, и скажи Алло, блять, алло Хорошо, и продолжай Что? Что делать? Стендинг ин блат Хи прабабли Или праудли Сэд По-моему, прабабли Кого? Ну давай короля одного Одного короля А? Короля, блять, одного Короля Короля Нет, это жена ярко Соберись, Лёша Вначале хорошо было Короля, одного короля Это злой король Обычного Доброго короля Без меча Алло А, блять Я опять говорю Не в рацию Извини, я тупой просто очень Это злой король Обычного короля Доброго Это не король Это арка Все Короля злого Убери еще Блять Это арка Выезжает опять Король уехал? Нет, король остался Арка выехала А, нет Слышь Оставь арку Оставь арку И короля Убери только злого короля Пока ничего не уходит Подарили отличный вечер Отлично Уезжает король Все, жми Ёкарный бабай Да пошло на все нахуй Убирай арку К хуям собачьим Красавец Спасибо большое Рад, что нравится Ничего не уезжает Леша Звук есть Работа не идет Убирай арку Пошла 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 Жми Нихуя Ты можешь короля еще подвинуть правее? Не Походу Это максимум Слушай, чувак Ну я не знаю Слушай Сейчас я скажу тебе Цитирую Сейчас, секунду Подписочка была не вовремя Но разумеется Спасибо за подписку Северган Standing in blood He proudly said Standing in blood He proudly Походу все-таки Прoudly Proudly said Он Короче Он гордо сказал Стоящий в крови Он гордо сказал что-то Вот эту фразу Можно прям как слоган Для фильма Старых добрых Использовать Для них нет ничего Незаливаемого Сэма исты Как там у Бэтпли Киевская депрессия Использовать Слушай У тебя там нету Типа Людишек Трупов Чего-нибудь Окровавленного Нет Злой король Спасибо огромное Звук тебе тоже А вот Подожди Что-то появилось Стоп Ты что-то нажал И там был свет Короля Короля Быстрее Короля Короля Свет появляется Там где был король Король Который один стоял Откуда появился свет Правда я хер его знает Но появился Я нажал свет Блять То есть блять Ты не нажимал свет До этого Убирай теперь Злого короля И нажимай кнопку Ссаную Злого короля Убери И замок Нахер тоже убери Кусок замка Виден И кусок Злого короля Замок уехал Король уезжает Жми Ёхарный бабай Открылась Ебой Так Отлично У меня снежок А я не могу Туда залезть Почему-то Я пропал Туда Попал И иду на снежок А я не могу Ну походу Теперь ты меня контролишь Нет Ну разбирайся Че там Да все походу Я не знаю У меня тут Открылась дверь Но я туда не могу Почему-то залезть Просто подойди К ней На Е нажми Опа Здарова Эбой 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 Я пошел с собаками Блять Ребанулся А шо Мы не прошли Разве Ну надо выйти Как-то отсюда Наверное Нет А я думал Ну вон Иди выходи Кто-то один Из нас выйдет Брат А надо держать И выходить Я понял Давай, пошёл. Всего доброго. Фонарьки включи там. Брат! А, и я уёбываю, а ты... Бибблтумб. Да. Бибблтумб. Брат! Блин, а по-любому же есть другая концовка. Да я, честно говоря, думал, я сейчас выйду, там дальше какой-то квест будет, что-нибудь такое. Бибблтумб. Бибблтумб. Неудобно получилось. В любом случае. Тут одна концовка, пишет Мерф. Блин, ну прикольная игра, кстати. Ладно, дорогие друзья, ну а пока, вероятно, мы запустим трёхминутную рекламную паузу, после чего посмотрим, что будет дальше, будет ли что-то ещё. Вторая часть скоро найс. Алексей пока пойдёт с собакой гулять, дальше посмотрим, не знаю, будет, не будет. В общем, стей тюнет, как говорится, скоро вернусь, пока трёхминутная рекламная пауза.